Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по-другому. Трэээ! А мне семечек! А мне! Всем здравствуйте, ребятушки! С вами Расхититель Помоек. Сейчас я вам покажу то, о чем мечтал очень долго. Потому что этот транспорт мне надо. Я купил себе Mercedes AMG. Вот такой автомобиль. Очень уместительный. Дима уже насыщается для того, чтобы на этом AMG аппарате разъезжать по кормилицам. Стоимость данной лошадки всего лишь 15 тысяч рублей. На выходе мы получаем два посадочных пассажирских места. Димы на коленке. И огромнейший багажник, в который очень местится много находок из помоечки. Поэтому всем приятного просмотра. Прожимайте лайки, а также пишите в комментариях, как бы вы прокачали данный AMG аппарат. Потому что у меня много очень идей. Тут можно придумать все, что угодно. Поставить электроколеса или движки на бензиновой тяге. Также я бы сюда еще подсветку поставил. Ну и конечно же музычку. Но обязательно надо крышу. Но я не знаю, может быть и не так мы сделаем. Напишите, вот как бы вы прокачали данный AMG аппарат. И всем приятного, ребятки, просмотра. Одна из моих лучших помоечек на районе. И сразу дарит мини хлеб. Плесневелый жесть. А здесь есть чем поживиться? Опа. Ребят, что-то есть. Чехол от телефона. О, нифига, какая-то нашивка. Скутер. Это ж вот этот певец, который мне не нравится. Скутер этот. У меня вот тоже скутер есть. О, нифига себе, ребят. Мейденбергиум. У него тут был писюн, а его высверлили. Вы видите? Высверлили ему писюн. Бедный пацан. Ну и все. В этом пакете нашел чисто открывашку с кастрированным пацаном. Одна из моих фаворитных кормилец. Ну что-то ее вывезли. Но я все равно в нее запрыгнул. О, я этой бэйбой не побрезгую. О, да. А вот и блендер выпал, ребят. Из вот этой коробки. Скарлетт. Заберу провод на медь. Блендер брать не буду. Помойка, это моя. Я хозяин помойки. Ле, это моя кормилица. Что тебе надо мне? О, какие-то шмотки. О, да. Приодеться. Помойка всегда дарит приодеться мини. Она грязная. Была б чистая, взял бы на продажу. Оставлю бомжам. А это шо? Да ну. Аутвентуры, ребят. Актив веер. А это уже интересно. Спортивный бренд. Была б она не ушатанная вот в этих местах. Я бы взял на продажу. Охренеть. Ребята, охренеть. Пустая коробка. Сказка. А есть здесь айфоны? Тут что-то тяжелое. Роза нежная. Духи что ли? О, да. Полная бутылочка у ребятушки. Беру прям с коробкой. Помойка дарит ароматы нежной розы. О, да, у ребятушки. Закрытый двор. Значит нет конкурентов. А значит все вершки достанутся мне. Хочу пиццы. А тут корки. А мне пиццу. Масло или что это? Панкреатит. Таблетки, ага, не надо. Это что? Очищающий гель. Комплекс анокислот. Интересно. Вот это беру. Фольги чуть-чуть. Это можно было взять для кальяна. Но ее тут вообще почти нет. Привет. Привет. Видела где-то. По-моему, ты ролики на YouTube снимаешь, да? Да. Я Штребух. Привет. Я не помню название канала. Честно, я просто видела, что чувак ищет. Вот как сталкерит такого всякого. Ищет интересное. Ну да. Фоткать с собой ему или что? Просто интересно. А. Никогда вот не видела в жую, когда люди так делают. Я понял. Ну да. Прикольно. Вот это сытный памперс. Вот. Ну да. Мне вообще похер. Я в перчатках. А тебя как зовут-то? Бажена. Приятно познакомиться. Я Влад. Какой ты этим занимаешься? Ну я этим занимаюсь с детства. Получается, с пятого класса я начал школу косить. Ни в коем случае никого не призываю так делать. Просто жизнь, знаешь, так заставила рыться в кормилицах. Жил в подвале с бомжами. Вот экранчик нашел какого-то ксового смартфона. Ну можно продать, если бы он был бы целый. Он разбит, к сожалению. Это Xiaomi какой-то. Хуэлами. А ты тут живешь? Да я тут на пешке карму захотела. Недалеко я здесь живу. Увидела. Ну я сюда иногда захожу. Тут двор закрытый. Кормилицы меня тут иногда радуют. О, еще один экран. Ну по-любому какой-то сервис есть. Вот телефон. Можно какую-то найти, да? Да. Ты находил? Да, не раз. Я находил. Ты где-то на классе находил? Из техники. Диджейский пульт находил. Бинокль советский. Ты что не делаешь? Просто на совчеке бы это все ввел? Не, я на авито продаю. Ну просто, а куда еще? Я не понимаю, эти выручки кидывают рабочие. Я не знаю. Ну это круто, когда они это делают. Потому что мне есть всегда чем поживиться. Вот семечки от Мартина. Любишь семечки? Я люблю, но я не хочу. Спасибо. Смотри, открывашка для вина целенькая. Забирай. Топовая вообще. Они всегда ломают. Угу. Риса чуть-чуть. А вот вообще, что самое дорогое, классное находил? Слушай, из последних находок, это вот силиконовая бебра для секса. Полноразмерная. Вот в коробке было найдено. Возле кормилицы лежала. Я просто подъехал, забрал и продал за 50 тысяч рублей через 3 дня. Прикинь? Чего? Серьезно. Бэуш, ну это 50 тысяч? Да. Так она новая стоит 200 с чем-то тысяч. Я в интернете смотрел. Это какие? Я думала, знаешь, которые во всяких таких магазинах, они недорогие вроде, нет? Надувные они стоят вообще, ну, фигню. А силиконовая, она очень дорогая. Да, силиконовая? А, они такие, как живые выглядят. Да. У них такая еще какая-то кожа, как настоящая почти, да? Да, по ощущениям. То есть я ее трогал, она мягкая. Ну, только холодная, как труп. Ну, это жесть. Я, по-моему, еле ее увез. Нет, а вообще вот, типа, самая-самая какая-нибудь крутая за все время находка. Типа, может, техника какая-то. Колунки компьютерные офигенные. Вот я им пользуюсь уже года два. Игровое компьютерное кресло, которое стоит 1025. Я его нашел. Слушай. А еду ты тоже находишь? Да. А ты, это, что сейчас делаешь? Может, я обычно просто, если встречаю подписчиц, я им предлагаю, ну, типа, полутаться со мной. Я только за, я никуда не собиралась. Да ладно? Да, я только за, мне интересно так и вы с таким сталкивались. Ну, пошли, пройдемся. Сейчас посмотришь, что я нахожу. Пошли, вот там кормилица глянем. Ты же тут живешь, тебе, ну, типа, не стыдно сейчас будет со мной идти? Ну, что стыдного? Господи, мне вообще плевать на людей. Ну, хорошо, это круто. Типа, я же сама не буду копаться. Нет, сама бы я не стала, мне просто я наблюдаю, мне так интересно. Ага. Ну, как бы, как тест, да? Расширять будем сейчас твое мировоззрение. Да, да, потому что я никогда не думала, что я вот так вот буду ходить тоже за компанию по мусоркам. Я люблю людям показывать, как живут бомжи. Ну, ты же не бомж? Ну, вообще у меня нет прописки, я по факту бомж. Ты живешь где-то? Ну и что? Прямо больше. Ну да, так-то не бомж, но со стороны закона я бомж. Не стало бы есть еду с кормилицы? Нет. Ну ладно, сейчас поглядим, вдруг что-то вкусное найду. А, я обычно еще находила, ну типа, кроме той куклы. Слушай, ну, наверное, тебя нашел возле помойки. Кстати, а у тебя парень есть? Нет. Нету? Серьезно? Странно. Так, а здесь ничего нет. Вот в этом баке, короче, мой друг Дима нашел прибор, который стоит новый 150 тысяч рублей. Что за прибор? Им-то товароведы считают в магазинах вот эти вот товары. Слушай, ну это кормилица что-то не порадовала. Пошли дальше. Куда дальше? А вот туда, в те дворы пойдем. Ох. Кормилица-то сытная. Не одна, еще одна. И вот и третья. Здесь меня заинтересовал сразу, смотри, вот этот багет. Так, ну багет мне не надо. Ты прям внуки заладишь? Да. Сюда я, да, залезу вовнутрь, потому что мне кажется, тут что-то должно быть. Это прям ценное вряд ли, блин. Погода хреновая. А спорим, может, ты не найдешь, если я скажу тебе предмет, ты его не найдешь сегодня. Слушай, я не в такую погоду норм находки находил. Ну окей, давай. А на что спорим? А давай такой сайт просто, ну формально так. Давай что-нибудь простенькое. Попыт давай. Попыт? Да. Ну это вот эта детская игрушка очень популярная. Ну да. Ну я находил их не раз, ну давай, окей. То есть если я не нахожу, то я тебе даю тысячу рублей. А если нахожу? Ну я тебе. Тысяча, то что мне погоду на смене, тысяча вот это. Ну смотри, я уверен на все сто, что я этот попыт хрен найду, как ты говоришь, погода дерьмо. Поэтому давай, если я его найду, то ты раздеваешься. Ну там топлис может там. Ну у тебя ж парня нет там типа, а что? А давай. Что, серьезно? Я рискну. Я знаю, что ты не найдешь ее сегодня. Ну окей. У тебя и сейчас что-то найти его. Ребятки, услышали, что она сказала? Она мне готова это, сисечки показать. Просто сказка. Я сейчас в бак залезу. Ну да, смотри. Опа. Чип. Бам. Круто, да? Ребят, я в шоке. Она удивляется по ходу всему. Попить мне не надо, попить. Попить, ребятки. Коробка от одноразки. Ой, вместо попыта вот чем опасный кормилиц. Видишь, он может быть заражен. Поэтому, ребят, не вздумайте рыться в помойках и повторять за мной. Потому что можно уколоться. Ребятки, я обязан найти попыт. А? Сразу на следующую? Ну тогда перепрыгнул сразу. Если ты проголодаешься, то ты теперь знаешь, где можно поживиться. Правильно? Опа. Переходник для макбука, походу. Слышь, прикинь. Вот это вот стоит до хера. Переходник для макбука. И вот остатки кабеля. Так, все, идем дальше. Ох, какая сытная. Слушай, сколько у меня там времени осталось, чтобы найти попыт? Осталось 29 минут. Блин. Надо по-любому этот попыт найти, во что бы то ни стало. Мячик какой-то. Я, пожалуй, ускорюсь ради того, что меня ожидает. Когда не надо, эти все, блин, спиннеры, попыты в помойках. А когда надо, хрен найдешь. Никогда не думал, что буду целенаправленно в помойке искать этот гребаный попыт. А прикинь, я найду два попыта. То что ты сделаешь за два попыта? Не, не, не. Нет? Лё. Покажешь. Будешь пиццу? Фу. Не стали есть, потому что заелись. Она зацвела и выкинули. Ой-ой-ой, ребятушечки. Прингл. С остатки сладки. Сейчас похаваю, ребят. С паприкой. Мой любимый, кстати. Можешь подержать, пожалуйста? Сейчас, я порой, если-то и поем. Не, реально хочешь кусочек маленький? А что ты? Да ну нет. Пахнет очень классно. А? Ты это серьезно есть сейчас будешь? Да. Да. О, наше кусочки было. О, у меня. О, у меня. Не зала. Мне, п***ь, она не зала. Зато я и плинку что-то поем, он дорогой. Ой, тетя, сяди. Кормилица. О, ля, ля. О, бажена. Сколько времени-то осталось у меня? 15 минут. О, тут это зародыш мыльного-рыльного. Смотри. Тебе надо что-то, нет? Мыльно-рыльное, вот это, мицеллярное. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Да, оно все пустое. В смысле, вон, смотри, вот пшикалка. А, ну, вот это точно для волос? Это и я буду использовать для дрочки. А что, а что? А что, ничего. Погнали тут пешком уже, не на скутере. Тут быстрее будет пешком дойти. Погнали. Ты в этом районе не была ни разу? Нет, ну, как бы это все один большой район. Поп-блит. Поп-блит. Прикинь. Серьезно. Прикинь. Тупо нашел. Это считается. У нас не было договора в помойке конкретно найти. У меня даже что заднее всего. Блин, да в смысле? Смотри, он даже целый. Походу, дети забыли. Это все внимательность. Удача на моей стороне, понимаешь? Я сам не ожидал. Тупо случайно увидел, уголок там торчал. Я уже начала радоваться, когда мы... Блин. Все, пошли, дорогая. Ты проиграла. Со мной лучше не играть в такие игры. В смысле? Вот он. Знаешь, я бы подумала, что ты, блин, не знаю, спрятала его куда-то. А как я мог это предугадать? Никак. Да. Я тут как раз переехал в другой район. У меня тут квартира пустая. Ну, в смысле, вообще пустая. Ну, там мебель, конечно же, есть. Вот можем туда пойти. Ты там как раз это оголишься. Там это... Нет, договорились, окей. Ты думала заработать на мне, да? Ну, вот видишь, чуть не фартануло тебе. Вы слышали, ребят? Она, короче, хотела на мне заработать. Но удача оказалась не на ее стороне. Ой-ой-ой. Смотри, вынос хаты. Знаешь, что такое вынос хаты? Сейчас узнаешь. Смотри. Это автоматический освежитель. А тут в нем ломаться нечему. Они всегда работают. Алюминий. Посудка хорошая вообще целая. О, еще алюминий. Вот эти нядя мне. Алюминий возьму и освежитель. А тарелочки мне не надо. Тарелки я вот оставлю кому надо. Погнали. Чего ты? Угораю. От того, как я лоханулась. Ну, ничего. Просто со мной лучше не спорить. Подумала, не найдешь, блин. Да я могу всегда найти все, что угодно. Если мне не надо. А ты, кстати, ну, не боишься вот так в квартиру заходить? К незнакомому человеку? Как бы, как я уже увидела тебя на районе, многие знают. И мне так страшно, во-первых. Во-вторых, у девочек с тобой должны быть средства защиты. Балончик. Ага. Поэтому я знаю, что если вдруг что, я отобьюсь. И убегу. Бегаю я быстро. Окей. А в-третьих, как бы, я весь день с тобой пообщалась. И, как бы, я поняла, что ты адекватный, типа, человек. И, типа, учитывая то, что ты медийная личность, и ты снимаешь видео, я не думаю, что ты бы стал что-то делать. Ну, да, да, ты права. Да я просто так, интересно вот. Так, а где мой поп-ит? Во. Спасибо тебе, поп-ит. За такую возможность поглядеть. Ну, короче, я вот тут раньше жил, в этой комнате. Видишь, я тут съехал, у меня тут только стол остался. Давай я, может, выйду? Давай. А по-моему, зайду. Давай. Что происходит, пацаны? Поп-ит мне дал возможность посмотреть на сисечки. О, у меня тут пауэрбанк, оказывается, лежит. Я вообще про него забыл. Борщик стух. Ребят, борщик скид. Сколько макулатуры. Ну, жалко, что я не беру её. Электронику беру. И еду. И одежду. И всё, что можно продать. О, что это такое? Обложка от блокнота. Нифига себе, индийская? Ни хрена себе, ребят. Ну, вы посмотрите на него. Ну, разве он плохой? Да такой в магазине продаётся. И тупо режит хорошенький виноградик. Жаль, что мне его положить некуда. Я его раздавлю. Я бы забрал, ребят, реально, топовый виноград. И этот сорт очень сладкий. Да и тем более с помоечки. Будет ещё слаще. Во, люди заелись, а. Ля, феюэта, хурма. Нормальная. Вот это вырезать гнилятину. И можно хавать. О, нифига себе. Это что, ребят, такое? Смотрите. М-перформанс. Это для чего? Ха, BMW клуб Питер. Слушайте, ребят, ну это знак. Надо BMW покупать. И по помоечкам ездить. И сколько тряпочек, смотрите. Это ж от автомобиля. Вот ещё. Смотрите. Перформанс. Вот эти тряпочки мне надо. Это что-то я буду протирать. Уйдите, дядю, нядя. Уйдите, дядю, нядя. А может, это Давидыч выкинул, ребят? У него же BMW. Там это и есть. Есть. Есть и тут гаджеты. Коробка от сковородки. Опа. Вынос хаты. Видите, что написано? Штребух, король помоек. Угу. Это я. Опа. Принглс. А внутри греча. Кстати, скоро греча будет по цене Принглса, ребят. Реально. С такими ценами. О, перцы. Это топовые перцы. Это я домой возьму. Четыре перца приправа. Это, ребят, не просто перцы, а интересные перцы. Там внутри машинка, которая их молит. То есть, вот, оно их размалывает. Крутишь вот так, и они высыпаются. А внутри они, видите, настоящие. В зёрнах. Возьму перцы и алюминий. Опа. Что-то тяжёлое здесь. Ну, точно не фильтр для воды. Он не такой тяжёлый. Ммм, понятно. Помои виноград гнилой. О, да ну нахер, ребятки. Чуть не высыпал жесть. Мармеладик. Кисленький. Это вот эти вот червячки всякие. Смотрите, пир от мармелад. Магазин сладостей для детей и взрослых. Ох, обалдеть. Вот это я вообще удивлён. Сейчас буду дегустировать рыбитушечки. Ммм, связь у настроения поднялось. Мармеладик сказочный. Алюминий опять здесь лежит. Ммм, алюминий я беру. А это чё? Уксус, я думал, выпивка. Алюминий. Вот алюминий, и это алюминий. У меня уже две сковороды. Ммм, ребятки. Вот эту ленточку хочу. Она по-любому кисленькая. Ммм, ребятки. Ммм, как вкусно. Помойка кормит рыбитушечки. Какая длинная, бля, падла, длинная. Очень кисленькая. В эту помойку постоянно говны скидывают. Я надеюсь, сегодня их тут не будет. Видите, все стенки заляпаны. Вот эти вот ляпки. Это всё говно. Это канализацию тут чистят. И говна выкидывают. Пума, шляпума, ушатанная жесть. О, обувает кормилица. Одевает, обувает. Женские тряпки, всякие фигня. Кусочек колготин. Это лапти из хачиндем магазин. Ботинки какие-то а-ля кожаные. За 50 рублей купят, блин, куда денутся на рынке. Они утеплённые, это зимние. 36 размер. Нормальные лапти их купят. Ну, за сотку, ладно. Полтинник что-то очень дёшево. За сотку продам их. Так, а здесь чего? Ну, это уже сейчас не сезон такое носить. Балетки вот эти. Яички опять. Четыре яичка, ребятки. Вот так вот делаем. Бам. 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 Бам, как кайфно. Это так круто. О, клеевой пристолет, ребятки. Пристолет крилевой. Охренеть. Тут даже эта палочка есть. Я такой первый раз вижу. Он какой-то супермодный. А вот это мне надо. Это можно что-то приклеить. Возьму. Опа, реснички. Вот это пистолетом этим накладные реснички, походу, клеили. О, поесть еда. Ясно, солнышко хлопья. Котлеты рыбные из горбуши. Вот одна штучка осталась. Она замороженная, ребят. Я лобстеров хочу и красной икры. Креветки хочу королевские эти. Большие такие. Ой-ой-ой. Вот видите, чем опасна помойка, ребят. Вот тупо капельница с иглами. И с кровью, видите. Можно ВИЧ-инфекцию в баке мусорном подцепить. Не вздумайте за мной повторять. Вот еще раз говорю всем. Я профессионал этого дела, ребятки. У меня ловкость рук никакого мошенничества, понимаете. Ну вот что я за час насобирал. Одну херню. Жесть, ребят. Смотрите. Людям было впадлу мыть тарелку. Они выкинули ее. Прям с едой и с ложкой. Еще тут еще выкинули. Рыбу красную. Холебец. Смузи банан. Яйца. Опять яйца. Как я люблю яички бить. Это так круто, ребят. Прям сразу успокаиваюсь. Вот если не нахожу электронику, побью пару яичек и успокаиваюсь. Не бомблю на помоечку, не злюсь. Вообще ни капли. Какие-то шмотки. Зари насморт. Жаль, что сейчас не сезон такое не покупают. Блин, поломанные наушники Sony. А, стоп. Они просто как будто раскрутились. Ну а вставить и закрутить, ребят. Охренеть, они... Блин, эта фигня отлетела. Они реально раскрутились просто и все. Может даже рабочие. Да, там кстати лампочка загорелась. Вон, видите, светится. Короче, ребят, походу оригинальные наушники JBL, которые выкинули просто из-за того, что они раскрутились. Вот эта штучка, вот два болта. Просто надо закрутить и все. Я их починю и положу сюрприз бокс. Главное вот эту штучку не потерять. Вот еще есть сумка какая-то. А, это папка для документов. Кстати, неплохая. Целенькая, хорошая сумка. Видите, тут даже остатки бирки остались. А, вообще как новая, реально. Охренеть! Тупо ноутбук, ребят, сказка. Поломанная и правда. Битая матрица. Клавиатура без некоторых кнопок. Ноутбук Lenovo G570. Продамал на запчасти, потому что тут битая матрица. Надеюсь, что там осталась оперативная память и жесткий диск. Можно будет снять и продать. Слушайте, тут такая кормилица классная. Я сейчас залезу туда. На, это все только убрать. О, USB-шечка. Да, как по мне, вообще офигенная кормилица. Так сходу меня ноутбуком порадовало. Сытная кормилица. Какие-то коробки. А техника есть? Ну да, конечно же есть. Для меня. Рыбитушечки, для меня. Увлажнитель воздуха. Вот такой вот. Polaris. Brilliant Collection. На 5 литров, нифига себе. Зацените, какая пушечка у рыбитушечки. Надеюсь, он рабочий. Это мне домой надо. Дома будет влажный теперь воздух. Все, техники нету больше. О, тупо сверху лежало. Даже пакет не пришлось разрывать. Это Deepcool. Охлаждение для ноутбука. Просто песня. Это мне тоже надо. Мне все надо. Сейчас, может, и ноутбук тут найду. О, кекчук. Томатный, полный, ребят. Обалдеть. Это мне домой. Пантагеманатаген. Это что такое? Биологическая активная добавка к пище. Ой, не, мне это не надо. Это я вообще не знаю, что это. Маслины. О. Кабаки. Почему их сейчас так обильно выкидывают? Что кабаки-то выкидывать? Домой их заберу. Я очень люблю жареные кабачки. В муку их нарезаешь, кладешь и на маслице жаришь. Ништяк. Я там голубёка увидел. Голубёк. На. Семечек. Кушай, налетай. Видишь, как помоечка кормит? И меня помойка кормит. И тебя, голубёк. Вот, держи ещё. Помойка кормит. Радуйся. Празднуй этот день. По чё там в коробке? Ножки какие-то от стола, походу. А где стол? А, вот и стол валяется. Вот, ребят. Чекайте, что люди выкидывают. Хороший целый стол. Это, кстати, для проводов штука. Офигенный стол, реально. Собственно, вот столешница. А вот четыре ножки от этого стола. Я заберу этот стол. На кухню поставлю. Тут ножка в говне. Надо протереть чем-то. Ага, ну, конечно. Вот, видите, говно. Поэтому и ножка в говне. Улажнитель воздуха Марта. Почему их так сейчас выкидывают? Очень обильно. Наверное, ещё и с подсветочкой. Вот, от него даже крышка есть. Помойка реально дарит влажный воздух. Капец. Вот первый увлажнитель. А это второй за сегодня. Подписчик вон бежит. Такой счастливый. Сфоткался со мной. А я подъехал к кормилице. И вы посмотрите. Как она кормит. Бананчик нормальный. Вот здесь съем. Вот это есть не буду. Вот лучок. Смотрите, он даже не гнилой. Вообще хороший. Вот это. Ну, вот это я не ем такое. Это траву. Хлеб хороший. Помидорки. Вот. Ну, там парочку подгнило. И всё. На салатик. Кефирчик. Массовая доля жира 2,5%. Его пытались со скидкой продать. Но никто его не купил. Ну, я вот тоже кефир не люблю. Я бы его тоже не купил. Ребята, лунахер. Это помело огромное. Огромное помело. Оно по-любому не гнилое, ребят. Вот это находка дня. Это топовая тема. Капец он огромный. Я помело вообще обожаю. Лимонов у меня дома с помоечки очень много. Поэтому вот эти брать не буду. Зелень возьму на салат. А бананчик сейчас перекушу им. Ребятки, за ваше здоровье. Банан, как всегда, идеальный с помойки. Лучше не придумаешь. Опа. Что-то выставили. Наверное, это для меня. Ага. Кожанка из магазина Бершка. Шляпа вообще. Это для деда Кожанка. Я такое вещей не понимаю. Опа. А вот это уже интересно, ребят. Какая-то сумка и рюкзак. Лезу. Опа. Кусочек меди. Алюминий, походу. О, это крутая тема. Это цеплять отвертки. Видите, полка для инструмента. Вот это цепляется на стену. А сюда отвертки вставляются и так далее. Я это, блин, в Леруа Мерлен покупал. А тут просто лежит. Ещё и целая. Еле достал эту лампу. Поломанный кронштейн. Держаться не будет. О, я, наверное, заболею. Холодно на скутере кататься. Штекер вот. Паять надо, поломанный. Да нахер эта лампа нужна, ребят? Она поломанная. Хер её кто купит? Шмотка какая-то. Лавре паблик. Нифига себе, ребят. Платье возьму на продажу. Это платье в магазине тысячи восемь стоит. О, нифига. Сразу меня не встречают наушнички вот такие, Свен. И даже кабель целый, обалдеть. Нормальные наушники. Может, даже рабочие. На барахолке за 100 рублей продам. Смотрите, какой костюм с биркой новый для ребёнка. Пиджак, жилетка и брючки. Целый комплект, ребят. Такое я первый раз нахожу. Очень мило, конечно. Заберу. Помойка одевает. Пусто. Вообще везде вывезли баки. Я из-за этого очень расстроен. Это что такое, ребят? А, это баллон с кислородом для вот этих пивных этих штук, короче. Может, что-то из него можно сделать? Как-то переделать его? Тупо заправлять его можно кислородом. Шипит. Что-то там есть. Там был газ. Очень взрывоопасно это было. Оставлю дворником. Что в коробке? Зачем еду-то в бак выкидывать? Там, я смотрю, финички хорошие. Не, засохшие они. Дата производства 9-21. Да они нормальные по-любому. Яблочки хорошие. Игрушки. Вообще, ребятушки, нормальные игрушки. О, мандаринки тоже беру. Люблю мандаринки. Хорошие мандаринки. Сегодня мне на электронику как-то не везет. Но зато на хавчик очень даже неплохо везет. И помело вот тоже лежит у меня. Ждет, когда я его уже съем. На этой помойке редко такая чистота. Прям вообще благодать. Главное, чтоб меня помойка порадовала. Ну вот это металл. А вот это формы для выпечки. Но мне надо алюминий. Вот. А, это тоже, это не алюминий. И домой заберу, отмою. Она мне реально пригодится. Прикол этой крышки в том, что вот здесь дырка есть. Видите, она может открываться, закрываться. То есть вентилироваться. А вот это алюминий. Опа. Это что такое? Бортовой компьютер? Охренеть, это ж от машины компьютер бортовой, походу. Тольятинский. Это от жигулей каких-то. И коврики вот от жигулей, походу, выкинули. О, штанишки. Ребятки топовые. Я вам отвечаю, для помоечки Найк. Тесно, а Риг нет? Ой, не-не-не-не. Их какой-то алкаш носил. От них воняет жестко мочой. О, я думал, реально рыба настоящая. А здесь что в пакете стоит? Хм. О, картина какая-то. Это что, изюм? Слушайте, прикольное на самом деле. Забираю, продам на рынке. Сумка от ноутбука. Порванная. Блин. Опа. Кормилица какая сытная. И все для меня. Все бесплатно. Нифига себе лакоцаки ли какие. Веру Гудю. Эсэ Мэйден Итали, наверное, дорогие. Думаю, возьму их на продажу. Жесть, представляете, таким каблуком под зад получить. Вот так вот под сракатана. Отложу. О, утюг. И не один, а целых два, ребята. Утюги это постоянная находка в помоечках. Покрытие подушатанное. Из-за этого их не купят. Провода заберу на медь. А утюги мне ушатанные не нужны. О, какая-то сумка. Нифига себе. Сеть ортопедических салонов. Что-то тяжелое, ребята. Это знаете чего, ребятки. Наполнитель для лотка. Пи-пи. Бен. Классик. Запечатанный. Ребятушечки. Это для моей кошки Сонечки. А у нас как раз наполнитель закончился дома. Помоечка дарит. Возможность моей кошке ходить в туалет. Ребятушечки. Это часы с радио. Филлипс. Часы с радио. Прикольно. Короче, радио будильник. Ништяк. Положу сюрприз бокс. Кстати, подумал насчет этих утюгов. Все-таки их заберу. Попытаюсь продать. Потому что так-то утюги топовые. А покрытие можно почистить. Ребят, я тут, короче, покорылся в этих помойках. Тут мужики на тачках приезжали. Свежачка закинули. Вот, видите? Вот чемодан какой-то. Сумка огромная. Я уверен, тут что-то ценное есть. Наверное, в каком-то гараже порядок наводили. Генеральную уборку где-то делали. Остатки плитки, смотрите, кусочки. О, а это что? Что-то тут было. О, ни хера сколько меди. Просто тема, ребят, офигенно. Прям в эту сумку медяшку эту закину и сумку заберу. Сумка моей мечты. О, смотрите, сколько пикника. Найти бы его здесь сейчас. Что в этом чемодане? Там остатки краски по чуть-чуть везде есть. Огуречный лосьон, ребятки. Вот эта тема, это после бритья же его используют. Пена. Тупо монтажная пена, ребят, новая. Вот это мне надо. Алюминий. Ребятушечки, алюминий. О, да. О, да, биби. Какой чемоданчик интересный. Ля, ребят, ля. Там что-то есть даже внутри. Он вообще целый. Хоть бери с этим чемоданом на отпуск езжай. А ну-ка, анбоксинг. В смысле пусто? Там что-то шевелилось, я слышал. Говнами завоняло. Может, там насрано? А, понятно. Вот что шевелилось. Видите, какой некачественный чемодан развалился. О, еда. Иди сюда. Хин с бараниной. А мясо-то все съели. Одни эти штуки здесь теста оставили. А мне? А мне, манты? А мне? Все съели. Ничего не оставили мне. О, еще лапти. Горе текс, ребят. Экко. Охренеть, Экко. 43 размер. Кожаные, походу, Экко. Ботиночки, ребят. Капец, они качественные. Целые, ребят. Охренеть, посмотрите, какие стельки. Гладенькие такие. Вот это офигенный экземпляр на продажу. Буду горевать. Сюда влезут они. Нет, нет. Ребята, кормилицы вывозят. А уже вывезли все абсолютно. А вдруг тут айфоны были в баке, а их вывезли. О, нифига. Ребят, вы нас хаты, что ли? Мыльнорыльная. Ребятки. Ленор. Это кондиционер. Ну, еще-то он с водой разбавленный. 100%. Тайт. Гель-концентрат. Вот это не разбавлено. Вот это беру домой. Это жидкий порошок. Ваниш. Удаляет пятна с первого раза. Датчик почти полная бутылка. Охренеть, да, он там есть. И до хрена его. Ребят, он в магазе, наверное, рублей 400 стоит. Или 300. Вот эта бутылочка. Это дорогая тема. Еще Ваниш. Кристальная белизна. Белая еще белее. Тоже его там до хрена. Угу. Угу. Короче, Ваниш и Тайт беру. Помоечка дарит чистые вещи. Ребятушечки. Видите, пакет с вещами лежит. Блин, как бы его достать-то? Не хочу в бак залазить. Возьму палкой, его поддену и достану. О, нихера себе, ребят. А Рик, размер S, Найк. Вот такая кофта. Охренеть. Тут пару желтеньких пятен есть. Ну, а так вообще кофточка топовая. Жаль, что женская. Ну, отложу, на продажу заберу. Вот еще какие-то джинсы. Массину Дутти. Можно взять на продажу. Кофточка с большим веротником. Опа, и джинсы. Ребят, джинсы из Зара. А джинсы вроде бы тоже женские, к сожалению. Но, в целом, они тоже продадутся. Возьму вот эти шмотки на продажу. Сосисочки. Цветные, кстати. Нифига себе. Если их схавать, можно откинуть педали. Ну, а нифига. Детские вещи. Вот это мне надо. Охренеть, сколько их тут. Просто песня. Ребятки. Увел из-под носа у конкурентов огромную сумку с детскими вещами. Просто песня. Смотрите, рюкзачок целый вроде бы. Карман закрытый. И закрытый карман. Можно там что-то еще найду. А, ага. Рюкзак так-то нормальный, целый, ребят. На продажу пойдет, забираю. Тупо целая сумка с детскими хорошими вещами. Только подъехал и просто сразу забрал. Все чистые, постиранные, сложенные в стопочку. Вот это, походу, надо сразу домой везти. Охренеть. Как вкусно.